здравствуйте наши дорогие друзья многие спрашивают а как у вас так закреплена фигурка на крышечке на подставочке она просто приклеена на супер клей но чтобы сделать хорошо мы ее оторвем и сделаем ей штифты берем нож берем фигурку и в центрах каблуков намечаем наши отверстия которые будут здесь высверлены делать их нужно в двух ногах если это позволяет фигура если не позволяет в одной то есть отверстие нужно сверлить в пяточки для чего для того чтобы у нас будущий штифт проходил максимально глубоко в ногу чтобы хорошо там зафиксировалась потом на клей и собственно просверлить сверлить надо желательно поглубже если вы переживаете что может не получится хотя бы миллиметров на 5 заглубиться внутрь чтобы после этого можно было вклеить либо какую-то проволоку либо скрепочку сверлим соответственно диаметром сверла подходящим под диаметр скрепки и логично во второй ноге направление сверла должно совпадать с тем как идет нога чтобы у нас нигде не вышло сверло наружу получаем вот такие вот отверстия два и смотрим на сколько мы засверлились засверлились вот примерно на 5 миллиметров один и второй чуть-чуть поглубже это не страшно мусор убираем если у кого-то до сих пор еще нету ведерка под вашим рабочим столом советую вам это завести терка очень нужная вещь так ну и в общем для этого мы берем скрепочку вставляем ее сюда в отверстие примерно вот столько из ноги должно торчать можно там чуть больше эти штифты в будущем нам также послужат скажем так они будут держать фигурку на диораме или там на подставке на которой она будет стоять в будущем для дальнейших ваших работ советую сразу навыпрямлять скрепок накусать и положить в отдельную коробочку чтобы они были всегда под рукой после того как мы это сделали берем супер клей в данном случае у нас видимо какой-то пиратский супер момент берем наши штифты вынимаем их и желательно вот этих штифтах сделать своеобразные насечки это нужно для того чтобы у нас штифты хорошо держались потом внутри чтобы они не выскакивали потому что бывает так что они могут выскочить делаем это на каждом из штифтов немножечко накусываем как-то слегка нажимаем после этого можно наносить клей либо на сам штифт либо на каблук в общем в отверстие для клейки клей похоже нет как-то он там делся наверно высох да пиратский клей нас подвел вот что такое покупать непонятный клей непонятно где куплен он был где-то на рынке выглядит он вот так вот на нем даже полиграфии вот эта вот печать очень очень некачественная должно быть там 3 миллиграмма на самом деле воспользовался я буквально пару раз и несколько капель но сейчас я возьму другой клей этот я выброшу есть у меня еще вот такой клей это клей от фирмы зап клей этот средний по скорости схватывания воспользуюсь этим клеем для того чтобы было удобно пользоваться данным клеем очень удобно использовать иголку от шприца диаметр иглы подобрать для этого можете сами диаметр иглы бывают разные в интернете есть таблица кстати я ее приложу не я а наш монтажник приложит эту таблицу данному выпуску и отдельно выложим ссылочкой в описании вот собственно говоря иголка это удобно тем что она дает маленькую капельку не знаю насколько у меня сейчас получится это указать сейчас посмотрим и самое что хорошее то что вот этот вот колпачок у иглы он не приклеивается к основанию вот этого носика так как они сделаны оба из полиэтилена такого пластикового винила он не склеивается супер клеем и иголка всегда снимается отсюда если нужно ну и также колпачок защитные углы вот в таком вот виде можно это все хранить вот этот клей я уже использую наверное практически год вот тут осталось уже немного этого клея здесь 28 грамм клей не могу сказать что очень хороший он просто схватывается очень долго но у них есть этот клей разные по скорости там есть розовый желтый и вот этот вот зеленый вроде бы так уже просто я не помню но если вдруг попадется вам этот клей берите клей хороший наносим клей на штифты и помещаем в отверстие в каждый штифт много если взяли много клея или куда-то его налили очень много этот клей хорошо впитывается о бумагу в данном случае у меня туалетная бумага можно взять хорошо впитывающую салфетку вот таким вот образом снимается лишний клей с поверхности можете обратить внимание как он впитался в бумагу и после этого помещаем наш второй штифт в отверстие самое важное потом сразу выбросить эту бумажку которую вы промокнули клей чтобы она нигде не лежала ни на что не прилепилась этим уголком которого сняли этот клей и клей нужно бумагой снимать именно боковой вот этой торцевой частью бумажки краешком не плоскостью а краешками краешек впитывает лучше всего так как я уже сказал что этот клей медленной фиксации то есть он схватывается не сразу для того чтобы нам ускорить этот процесс существует вот такое средство от компании донидил называется это активатор ускорителя супер адгезива то есть супер клея продается данный активатор в сети магазинов ага довольно таки дорогостоящее средство но она себя окупает слегкой так как помогает делать работу ускоряет в общем процесс я его использую не распыляя именно аккуратно трубочкой который вот в нем находится наносить в те места куда надо так как при распылении у него очень тонкая струя и она пуляет прям очень сильным напором и выбивает клей с того места куда он нанесен и не всегда это хорошо клей может попасть на то место куда не нужно вот значит мы вклеили штифты и для того чтобы нам наметить отверстие в подставке в данном случае в крышечке на сверлим одно отверстие или прокалываем там и засекаем примерно где у нас будет второе отверстие таким образом отодвинули поставили наряду сверло убираем просверливаем все наша фигура закреплена на наши временные поставки можно продолжать работу и и Продолжение следует...